Летел на красный свет в Магнитогорске. Водитель на полном ходу протаранил людей на тротуаре. На этих кадрах видно, что водитель при повороте налево не уступил автомобилю, который гнал по главной. Машина на огромной скорости вылетела с дороги и снесла людей на обочине. Как сообщили в ГИБДД, 47-летний водитель выехал на красный свет. В итоге пострадали 17-летняя девушка и 5-летний мальчик, который был с отцом. У девушки диагностировали ушиб локтевого сустава, а у малыша ушиб мягких тканей головы. К счастью, госпитализации им не потребовалось. По дороге в Челябинский аэропорт машину намотало на столб. Шокированные очевидцы сняли на камеру, что стало сладой Грантой после ДТП. Как оказалось, 40-летний водитель не справился с управлением и вылетел с дороги прямиком в столб. Лишь чудом мужчине удалось выжить, его доставили в больницу. В Златоусте водитель трамвая протаранил маршрутку. Неселуха тут в воде. Трава я протаранил маршрутку. Тут же здесь вот четыре стоят. Во втором видео насчитал еще три аварии на перекрестке. На аварийке стояли 8 автомобилей. По информации ГИБДД, за рулем микроавтобуса был 23-летний мужчина. Трамваем управляла 37-летняя женщина. В результате столкновения пострадали двое пассажиров в маршрутке. А на трассе М-5 легковушка вылетела навстречу прямо под колеса газели. От удара грузовик вылетел в кювет. Пострадали водитель Рено и двое его пассажиров. Их госпитализировали. В советском районе водитель Пазика сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе на улице Цеховой. По словам водителя, ребенок неожиданно выбежал на дорогу. Я работаю на маршрутке, еду в сторону АМЗ, на перекрестке. Пока я подъехал, с пешеходом переключился на Красную. И на это время ребенок побежал. Ребенок с мамой был, да? С мамой был. А на какой сигнал светофора? Ну, уже пешехода у меня красный был. Вам был красный? Да. Девочка получила травмы, ее доставили в больницу. На пересечении проспекта Победы и улицы Чечерина оборвалась контактная сеть. В итоге движение трамваев на этом участке оказалось парализовано, а провод остался лежать на дороге. Повезло, что никого не ударило током.